парни всем привет вот есть вот такой вот махав на продаже стоит 600 пробег 13 километров 23 год ну то есть свежий автомобиль пишите звоните я на связи проверю его для вас приветствую вас друзья на канале фил авто меня зовут евгений филоненко и сегодня я вам покажу и расскажу про интересный автомобиль это hyundai palisade рестайлинг в минимальной комплектации престиж но не спешите переключаться потому что минимальная комплектация как оказалось совсем не минимальная пожалуй начнем на самом деле в этом автомобиле как мне кажется чисто по дизайну изменилась только передняя решетка радиатора она стала наверное немного больше и вот в таком вот черном цвете моторы остались те же 2 и 2 дизель на 200 лошадиных сил привод передний и полный есть еще бензиновой версии кстати бензиновой версии как я уже говорил в своих видео прошлых ссылки на них будут в описании есть и на переднем и на полном приводе иногда при заказе некоторые ошибаются и заказывают бензинку на переднем приводе вот это уже конечно интересно поэтому обращайте внимание всегда на автомобиле какой привод у них указан если покупаете бензиновую версию хотя и на дизельных версиях также есть передний привод но это для тех кто не хочет покупать ну вот такие вот автомобили kia carnival то есть здесь уже полноценный можно сказать автобус этот же автомобиль у нас кроссоверного типа если можно так назвать внедорожник кроссовер как вам будет угодно давайте посмотрим соответственно салон багажник и я вам расскажу что же все таки в этой комплектации изменилось точнее можно так сказать что в минимальной комплектации престиж есть такого что она совсем не минимальная кстати этот автомобиль находится сейчас свободной продажи и каждый из вас может позвонить мне и договориться чтобы эту машину осмотреть и соответственно купить если понравится вот такой вот огромный багажник здесь есть третий ряд сидений которые регулируются с помощью кнопок кнопки находятся вот на левой стороне мы можем соответственно поднять левый ряд вот таким вот образом и с помощью этих же кнопок мы можем опустить второй ряд сидений удобная вещь и это все как я уже сказал в минимальной комплектации престиж теперь давайте переместимся на второй ряд сидений соответственно посмотрим сколько же там места для пассажиров заднего ряда и возможно заглянем на третий ряд сидений этого огромного кроссовера для того чтобы поднять спинку этих вот сидений у нас здесь есть уже рычажок который кстати регулирует ее по наклону ну можно прям вот максимально если не щадить пассажиров третьего ряда а там скорее всего будут сидеть дети ну или ваша теща то можно здесь прекрасно уместиться вот таким вот образом то есть примерно вот настолько наверное сколько это не знаю сантиметров наверное 10 она будет сложно назад здесь у нас есть свой климат-контроль здесь у нас есть фишка которая присутствует сейчас во многих автомобилях это регулировка кресла переднего пассажира естественно подлокотник с подстаканниками и вот такой вот затейливый рисунок спинки задних сидений для задних пассажиров есть подсветка есть дефлекторы и вот такой вот прекрасный черный потолок ну что ж можно немного отдохнуть тем более здесь есть вот такие вот шторки кстати автомобиль практически новый пробег если не ошибаюсь около семи тысяч километров поэтому велкам звоните пишите эта машина может стать вашим личным автомобилем постоянно забываю про кнопку которая находится вот на спинке сиденья круглую она как раз и отодвигает полностью этот вот второй ряд продвигаемся на третий ряд садимся здесь так есть подстаканники есть у нас еще вот такая вот регулировка до конца отодвинули ну здесь сидится в принципе неплохо давайте задминим эту штучечку спинку до конца вот сейчас я упираюсь коленками здесь у нас по всей видимости переговорное устройство а вот здесь у нас свет не знаю видно меня или нет ну смотрите сейчас я упираюсь коленками то есть если пассажиры второго ряда захотят немного так сказать откинуться то здесь уже я не смогу удобно разместиться вот то есть можете теперь примерно понимать как это все работает немного наследил здесь есть микро юсб порт розетка есть позади и регулировка соответственно вот этих вот кресел электронная с той стороны тоже самое все есть подсветка которая сейчас выключаю и переходим за руль этого автомобиля наконец-то уже переходим за руль там я покажу изменения так что же здесь нет такого что есть максимальных комплектациях автомобилей до рестайлинга честно вам скажу вот в этой комплектации который называет минимум минимально здесь есть все даже есть атаманки у пассажиров первого соответственно и соответственно у самого водителя здесь немного изменились кресла вы это можете наблюдать и сравнить с прошлым палисадом здесь помимо всего этого есть регулировка не только водитель водительского кресла но еще и электрорегулировка кресла пассажира так можно ли называть эту комплектацию минимальной наверное нет здесь даже на задних сиденьях есть вентиляция и подогревы здесь есть климат-контроль не только вот нас самом основном блоке но еще и климат-контроль у пассажиров второго ряда что изменилось изменился изменилась только решетка радиатора но здесь еще добавили вот такой вот дисплей не знаю зачем он здесь но он есть здесь опять же в минимальной комплектации престиж есть электрорегулировка руля но честно скажу все палисады которые я снимал ни в одном не было вот этой вот функции естественно электронный дисплей коробка переключения передач вот то что то что мне не нравится еще по хенди sonata здесь есть память сидений ну я честно говоря не знаю чем же эта комплектация нас почему эта комплектация называется минимальный естественно подстаканники вот такой вот такая вот огромная ниша в которой есть usb порт и есть беспроводная зарядка вот чего здесь нет и то что мне бы наверное хотелось как пользователь это панорамная крыша либо люк вот этого здесь нет наверное поэтому эта комплектация называется минимальной хотя все блага которые нужны для комфортного вождения здесь есть даже есть адаптивный круиз-контроль контроль выхода из полосы но это уже корейская фишка которая в принципе во всех автомобилях есть такой вот огромный подлокотник пробег 7308 на данный момент этот автомобиль продается в москве телефон для связи оставлю в описании под видео эту машину я смогу для вас полностью осмотреть и дать по ней соответственно свои комментарии удобный руль электронное табло климат-контроль такая вот шайба для выбора режимов движения и соответственно кнопка старт-стоп и вот такие вот два ключа уже вот упакованы в чехольчик нашим проверенным поставщиком корейских автомобилей из кореи потому что почему так сказал потому что из кореи возить не только корейские об этом я вам расскажу чуть позже подпишитесь на канал поставьте лайк и передайте это видео всем заинтересованным лицам вы были на канале фил авто меня зовут евгений филоненко это палисад рестайлинговый в минимальной комплектации в которой есть все всем удачи и пока спасибо за просмотр! Продолжение следует...